отлично идеально ты еще и мастихина придавила это ты так кистью хорошо штриховала и такая уже смущенная чуть-чуть вот этот бирюзовый оттеночек вдоль гор и расштриховать как ты там же сделал красивенько так мягко вот эту дымочку дальненько выше даже немножко в тряпку вытираю сначала подложил змеечку да и расштриху вот он поднимешь потом возьмешь мастихин к розовому голубому добавишь немножко розового и тональностью едва более темным чем окружающее пространство начнешь искать идейку гор укладывая вот такими вот такими ломанностями то есть у тебя появится некое содержание понятно что все это содержание там прикрыто снегом ну хотя бы в тех остатках у тебя уже будет подсорчивать именно каменистое содержание скальное накидаешь чуть чуть темнее розовинка и накидаешь вот эту грядку вот эту грядочку накидаешь 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 потом возьмешь делиться и открытыми белилами начнешь упаковывать вот такой рванью укладки рванью сухой то есть ты как раз вещества положила столько что очень удобно укладывать эту рванью то есть она суха и вот ты ее укладываешь причем ты видишь и мастихин держу как бы под такой траектории по траектории удобный для укладки вот этих зигзагов и так отчасти но в основном вот так если надо чуть-чуть возвращаешь дырки иначе чего не хватает вот таких рубленных проявлений а ну-ка при мне сделай такое плашми 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 ну нормально 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 то нормальный прошел значит допробуешь это и обязательно зайдешь вот такими ломкостями ломкостями да есть там ломкости вот округлости там минимальный а ломкости максимальный ладно вот такие ломанные ну и прочитать все таки силуэт белого внятно в том числе и вот такими большими укладками если надо немножечко на рубишь вот этим инструментом он лишь прекрасно пространство вот этой горы немножко вгонишь коричнево-розовый сначала просто перемелишь я почему сразу не дал задачу именно так сделать потому что ну что ты не не попортила голубой бы ничего не испортил коричневый мог бы сразу нарушить порядок вещей теперь когда уже более менее ясно сделано что сделаешь и потом вот такими царапуликами причем сначала настоишь на них чтоб когда ты царапалась они становились коричневатыми сейчас они пока еще седые да скорее голубые то есть перемолоть 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 чтобы царапанька стала коричневатой вот этими царапаньками устроишь орнамент света и тени на этих скалочках рубленый рубленый да прикольно возьмешь трикуленцию возьмешь голубой желтый помнишь что мы здесь делали вот что-то такое рябоя вот это рябоя устроишь и здесь возьмешь желтый бирюзу в том числе и дополнишь сначала голубой возьмешь а потом плюс еще бирюза возьмешь белый желтый бирюза еще один оттенок на швыряешь на швыряешь на швыряю причем она будет у тебя барахтаться она у тебя будет не штриховать а именно вот так вот посмотрите какая прелесть идеальная фактура . вот он очень вкусненькая а ну-ка сюда немножко однородно но она хотя немножко однородно возьмем ой что это это делается вот так не вот так итак вот они не проволочки плоскости плоскости ну посмотри как горы на раз да значит не знаю как ты наделась вот этими царапками сработать цвет хорошо подобрала здесь у нас слепло смотри какая вкусненькая дымка как она часто в горах и бывает причем простым вырезанием добились вкусного от того что мы голубой набирали в начале вот он вылазит и у нас прекрасная дымочка но это не значит что нам не надо черпать плоскости подчеркать несколько не хватает в картине рыжих сиреневатор рыжих то есть это розовый чуть чуть коричневизна вот таких вот лежачий кистью вкусно вот так то же самое здесь причем смотри вот светлость да вот здесь темность вот здесь светлась рассмотрел рука освещена с той стороны вот здесь темность вот здесь светлась дает ощущение бугра до 1 светлость вторая светлость уложим опять возьмем зеленотики сделаем их более желтоватыми здесь их уложишь по вот такой траектории смотри кисть против шерсти сама укладывает идею травы сколько хочешь столько и травы она здесь поскольку это уже вдали мы видим ее лежачий но тоже идея бугра с макушечкой седоватый там немножечко светлой тип но такой холодноватый пользу голубого здесь светлой тип освещен солнцем несколько поэтому тепловатый несмотря на то что мы там выгребли но нам выгребанутой е пригодится вот в тех местах а здесь мы плотненько уложим и будет понят вот даль и она материальна воздух станет у нас вот таким призрачным а даль материальна ну и потому же наш еще и освещена поэтому освещенная здесь вот этот более темным его немножечко тоже подпустим я не закрашиваю а при пачке вы что тоже важно здесь несколько голубовато ты его уже показала голубовато и немножечко еще синюшечки может быть подпустить и идею множество торчаний деревцев сформировалось уже сколько да каменюкочки возьмешь голубой коричневый вот такие черневочки иногда коричневый розовый вот такие черневочки понаставишь чуть-чуть может быть их адаптируешь траву теневыми вот такими оттененностью прикольно чуть-чуть вот так сделаешь идею освещенных бочков так сначала царапками а потом на место царапок небольшой кистью уложишь вещество сиреневатого розоватого хорошо давай так я так понимаю давно уже остановилась да я смотрю так просто особо и не рисуешь нет я только недавно уже не рисуешь я просто боюсь не получается я уже пыталась а потом все на меня возьмешь я не знаю а то и а а он а а а а а а Вот так вот поначиркала, поначиркала. Потом взяла кисть и как бы дополнила резьбы. Укладкой густятинки. То есть не мазок в мазок. Дополняю чуть-чуть. Смотри, там залег как бы свет, да? Смотри, какой хорошенький залег. Причем тихенький, не крещащий. Эту дымку можно чуть-чуть дополнить еще более белым. Но они белые, не спорящие. Еще одно вкусное там есть, это струйки воды. Скорее всего воды, не тропинки же. Вот так вот. Вот так вот. Музыка. Возьмите. Вот так вот. Возьмите. Куда-то все делись, вот эти настроения, значит мы с кисточкой вот так вот чуть-чуть подымешь, вот этим настроением. Будешь подбирать нужный цвете и вот такой лежачий кистью, вот такую укладку, чуть плотную, чуть темную, только чуть темную положишь. Когда накидаешь, накидаешь это множество, возьмешь снова седой цвет и чуть-чуть поперерубишь. Как бы за бугром, не все подряд, но вот эти плешинки подложишь. Прикольно? Давай так. А, траву видели? Видели? Сделать сможешь? Значит побивать. Чуть-чуть на переднем плане побить. Коричневый. Коричневый, голубой даст темный цвет. Желтый. Бирюза. Значит, если камни недополучаются, можешь их прикрыть высокой травой. Удар тоже пяткой. Я видела только что там. Потом к этим пяткам прибавишь цветоники. вот в такой траектории. Эти в высоту, эти в ширину. Не забудь, что желтый еще есть. Приводим. Хорошо? У тебя на палитре просто нет желтого. Я из пензи просто найду. Чуть сочнее. Вот если бы вы хотя бы один показали. Я же уже показал. До конца нарисовал. Где то, что до конца практически нет шансов, потому что у них связка одного с другим. Понимаешь? Вот так уже достаточно. Только он тонально должен быть мощнее, правда? Угу. Не вот эта вот муть, а жесткость. Да? Давай. Постеснялась, да? Немножечко. Да, понятное дело. Ага, ага. Понятное дело. Понятное дело. Не хватает, ну вот этих настроений. Нет, нет. Так, чтобы они на себе присылались. Да. Извините. Не хватает, ну вот этих настроений. Правда не хватало. Да. Причем ты видишь, они в полосочки собираются. То есть если на переднем плане цветы вот так, то потом они собираются в полосочку. Ну такой зигзагер. Эти же цветочки чуть-чуть. Такой макательный эффект. Если хочешь сделай маконьку и тропиночку там. Ну если хочешь. А можно и не делать ее. Ага. Не хватает. Не хватает. Куколку нарисуем? Нет. Не хочешь? Кула. Которая бы шла. Ага. А туча нормальная? Ой, ты тучи нарисовал. Ой кошмар. Она там такая вообще. Смотри, смотри, смотри. А у меня она. Смотри, смотри. Они должны быть хотя бы другой фактурочки, правда? Вот они сейчас становятся другой фактурки и вроде как ничего. Вот такое, вот такое, другое по фактуре, плюс Более выразительные макушечки, да? Именно макушечки. Ага, можно даже двухэтажность. Облако выразить, правда? Чуть-чуть вот эту шершавенькость присобьем. Ты видишь и пальцами, и шмальцами, и уже ничего так себе. Ого. А, свет у нас с той стороны буквально. Добавим сюда. Ну вот это, конечно, надо было бы пощупать. Если хочешь, можешь пощупать. Сбрить моё? Полищу. 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 Полищу.